Вот уникальная аудиозапись из материалов уголовного дела, где Шталберг фактически признается в преступлении. Доброе утро! Сегодня у меня 25 сентября 1906 года. Позвонила Генарина подруга и попросила меня встретиться. Разрешение от прокурора и судьи не получено на запись. Записывающее устройство выключать не намерено. Она очень-очень боится моего отца. Вот и мой отец. Я говорю, Инара, если я к нему даже до сих пор не обратился, то ты, грубо говоря, моли Бога, потому что действительно этот пойдет через голову. Я буду прикладывать некоторые усилия, чтобы самые верхушки ей закрывали. Проблема в трех миллион. Очень большие деньги. Она их потеряет. Закончится Руссовас. Моих три. Мне дико не хочется идти плохим путем. Рано или поздно то, что я тебе сказал, взорвется. Позволь у меня в трех миллионах. Она уже закрыта. Будут снимать. Я не отступлю. Мне никогда больше нету шансов в жизни заработать таких денег. Впрочем, по информации из открытых источников, отец Шталберга, Улбис Шталберг, владеет частным охранно-детективным агентством, где, согласно материалам уголовного дела, работали представители криминального мира, которые участвовали в поджоге машины Владимира Вашкевича. Более того, услугами этого агентства пользовались многие политики и даже спецслужбы.